приветствую друзья вот такой бульбулятор каждый должен иметь чтобы ему был не страшен коронавирус вот это наилучшее что можно себе придумать то есть это такая штука когда дуешь в нее легкие тренируются почему потому что обычно мы слабо дышим у нас есть проблема с дыханием как уже говорил да то есть легкие должны быть регулярно и регулярно наполняться а еще лучше чтобы воздух вдыхаемый но был регулярно и часто и полной грудью чтобы процессы которые внутри происходят они были более таки гармоничные то есть если мало кислорода мало обмен происходит тогда появляются проблемы во-первых проблема из-за того что самого кислорода не хватает видимо как грузчиков как я говорил да кислород входит о-2 выходит co2 то есть он себе взял еще c на горб себе взял и выносит то есть строительный мусор который остается после того как клетки разваливаются у нас наше тело то есть это такой совершенно механизм который устроен в общем на самообеспечение мы должны еще кроме того что дышим мы еще должны пищу получать распадающиеся наши клетки внутри нас они распадаются что-то выводится с мочой с калом спотом с дыханием а что-то еще дальше на повторную переработку идет и поэтому наш механизм тело это совершенный механизм и мне очень интересно когда люди пытаются целенаправленно что-то лечить на что-то воздействовать ну наверное при глубоком рассмотрении да можно там найти траву траву какую-то от печенки или какую-то таблетку химический какой-то препарат который мы принимаем и он должен воздействовать именно на печень это же представляете что какой каким образом нужно сколько мудрости иметь это целую матрицу вот этих всех цифр вот этих всех взаимоотношений лимфа макрофаги там антитела вот это все вот этот огромный механизм который работает который mercedes это как как бы как топор то есть современная медицина это они подходят вот с топором или так с ножом да такие хирурги это нехорошо получается сшил разрезал шил в основном то это все как бы но извините меня слишком топорно лечить то что ты не знаешь что соответствии с какой-то концепции которую ты выучил где-то ты не понимаешь тело но ты знаешь хорошо концепции которые написаны в книжках то есть вот в этом вся проблема современной медицины и я на шестьдесят седьмом дне поста вот пью соки пью молочко вот такое и я стараюсь сбросить вес и более того главное что это очистить свой кишечник в котором в животе собралось очень много калового камня то есть она вот это все в лежит там быть даже не представляете какое-то огромное количество у каждого кто имеет хотя бы даже небольшой животик который у которого на два пальчика жира на животе то есть это это на правда страшная вещь почему страшно да потому что это напрямую влияет на наше не то что не только на наше здоровье полностью да но и на энергию которая у нас есть на нашу жизнедеятельность жизнеспособность на наше настроение даже потому что если тело отравленное да понимаете да так что-то отраву выпили то у нас ой так плохо себя чувствуем начинаются проблемы а мы-то проблемы все создаем сами только тем что мы кушаем кушаем постоянно обед завтрак ужин а пока каем завтра да в общем она там в кишках остается растягивается скатывается и вот это все организм постоянно постоянно пожирает просто это же у нас животными мы биороботы то есть это животный наше тело это животный организм абсолютно живут и она работает по собственным своим законам как бы мы не пытались их описывать все равно это выглядит ну по меньшей мере примитивно дать таблетку от чего-то постоянно привожу пример из жоги это меня просто-напросто выбивает из колеи то есть желчный пузырь выделяет желчь чтобы помочь пищеварению да или какой-то процесс вызвал выделение желчи и она пищеварительный процесс стоит мы покушали хорошо плотно мы говорим жирного покушали да и это все наверху стоит и желчат это как горькая горькая штука зеленого такого цвета абсолютного и она начинает печь соответственно таблетку закинули кислотность изменили нейтрализовали этот датчик и все все здорово все здорово но не здорово абсолютно кишечник стоит то есть как я уже говорил самое страшное самое страшное это быть вот таким толстым то есть поверьте что я всю жизнь был большую часть жизни был 70 71 килограмм 70 до 76 вот и вдруг последние там 15 лет вот начались такие вот эти скачки то есть я все время экспериментировал с собственным весом и с собственным здоровьем 20 лет регулярных постов на соках а до этого еще другие посты там мясная диета вегетарианская какая-то очень очень интересно было были возможности именно своим здоровьем заниматься то есть мы каждый может обратить внимание на свое здоровье даже собачка которая заболела она в этот момент начинает обращать внимание на свое здоровье она пойдет тихонько и лежит у нее аппетит пропадает пас абсолютно потому что у нее есть интуиция функция интуитивное тело который говорит не надо в этот момент принимать пищи должно произойти очищение потому что что вот что такое очищение очищение это выделить выделение выдаление из кишечника всего что там есть а там очень много есть поверьте мы просто не представляем что вот это все вот эти окатыши я конечно постоянно постоянно этот показываю фильм фильме вот нормальный кишечник здоровый хочу чтобы у меня такой был если будет такой я буду как ребенок скакать то есть у меня энергия будет переть из меня вот уже здесь вот уже утречком вставать уже лениво тело уже начинает цепенеть от отравления то есть она не получает достаточно она уже нездорово но отравляется постоянно выделение метеонате на шатырь вот эти все не знаю что там еще есть но гадости полно которые для тела и плохо плохо для тела и до 40 45 лет вот мы можем иметь вот такую штуку если мы будем просто такими тупыми животными которые просто жрет каждый день а вот 65 лет это уже лежачий этот человек уже еле передвигается он большую часть жизни отравлял себя и уже все организм еле еле работает вот как это все как это все страшно выглядит вот этот каловый камень вот заметьте вот и таких окатышей у человека у которой небольшой животик или талия пропала у таких окатышей внутри килограммы начинают появляться огромные килограммы вот я без на собственном опыте я сначала не обращал внимание на эти пост постом да на соках очень приятно день на соках и ты на сок на соке эти пьешь и в принципе ты вот сама такое самоутверждение волю себе сначала да так суметь не кушать целый день вот подвиг то какой огромный подвиг это да сейчас это смешно но когда-то было там и день и три дня это считаешь на пальчиках уже как как какие какой ты крутой что ты там можешь себе позволить попал его не жить и не быть животным да то есть чтобы тело не командовала тобой не пищала постоянно которая на такое вот это животное состояние в принципе абсолютно животное состояние и так большинство людей живут они допускают возможность чтобы тело командовала их то есть тело их не слушается скажи человек попробуй завтра просто на просто вместо того чтобы кушать за каждый раз просто выпить когда захочется в стакан чего-то бог с ним пускай будет какао пускай будет сладкий чай пускай что угодно просто это жидкость ну непривычно привычка это вторая натура до такая подсознательная вещь три раза в день приучили есть с детства и человек завтрак уже бежит он без завтрака не может без обеда он уже обед уже наступает у него же все сосет у него вот он уже все рефлекс попал так и живем ну а как иначе да это все так привычно ребята у вас у нас 95 процентов подсознания в мозгу там какие-то ученые такую бельверду хренатень у нас мозг не задействован какой же он будет задействован если под подсознанием понятием подсознания запрятали животность под стрессом спрятали страх то есть напряжение эти все страх что такое страх страх бывает начинается где у него корень есть у сомнениях дуализм выбор человек перед выбором поставь человека перед выбором этим хорошо пользуются там экстрасенсы там бандиты которые грузят человек цельный он его не собьешь он у него есть понятие он внутреннее такое ощущение цельности он я есть собственная а когда только человека начинаю это самое продай там что да я помню в лихих девяностых продай что-то там возили из японии машины и его приходят бригады разные и только на цену тебе поставили большую только дай зацепиться что ты начинаешь колебаться колебания это начало страха и вот в этом колебании пошло пошло и тебя раскрутят и ты уже все ты уже мне что ты уже потом стоишь как это самое трясешься как последнее животное вот страх имеет свои свой диапазон сначала выбор потом сомнения потом собственно серый липкий страх напряжение которое мы чувствуем и а которая привычная уже у нас и мы в этом живем и в принципе вот не замечаем даже этого все потом дальше уже идут стрессовые ситуации которые которые связаны с потерей или с прощанием с чем-то таким вот более более эмоционально вот а потом уже ужас в конце ужас когда мышцы ануса расслабляются и вот смотрим как обезьянка маленькая перед большим бабуином стоит и описалась это ужас это уже неконтролируемая полное это самое расслабление всего тела тоже выход из ситуации как можно бороться со стрессом то есть некоторые так и делают говорят адреналин вот поэтому очень важно важно вот это понимание психогигиены нашей почему мы такие слабые почему мы не можем для своего здоровья делать какие-то полезные вещи да потому что никто нас не учит вот это цивилизационная западная вся система она основана на том что человека привезли в больницу кинули в больницу у него там внутри вот то что я вам показывал до чернота уже его кормят этими таблетками которые потом делают эти таблетки у нас не хватает таблеток давайте это это людям платят за работу беспонтовые таблетки от головной боли у меня головная болит а что такое головная боль боже мой это же кровь загаженная вот этим всем отравляющими веществами в организме вот этим грязным канализация кишечника попадает это все зачастую да потому что иногда мы что-то можем действительно съесть такое отравляющие то есть я уже давно не не знаю что такое что такое это вот чем не живут болит или что-то болит что-то наверно съел дэк извините меня это в эти игры я уже давно не играешь все что я съел все у меня нормально не может быть нас организм совершенный механизм и вот попала в кровь вот эта вся гадость и она там звоночек в мозгу больно появляется это это сенсор и тебе таблетку бах вот умницы они же придумали эти таблетку выключили у тебя боль как хорошо ты так рад что у тебя уже ничего не болит но тыж отравление это не сняло то есть раз дальше идет разрушение фактически нагрузка огромная на организм с которым не справляется и потихоньку все садится то есть лечить не надо тело надо ему помочь надо ему помочь и проще всего помочь это просто вычистить кишечник я знаю как это сложно представляете я вот шестьдесят седьмой день на посту и представляю как меня слушаешь вот ты слушаешь меня и думаешь да вот как можно вот было бы но можно было но как же это сделать я уже 20 лет этим занимаюсь чтобы как это сначала называется волю развить а потом уже уже в не замечать вот этого всего но пост это не голодовка пост это уменьшение количества питательных веществ в пище потому что соки имеют свои обязательно обязательно свои консистенции и сахара и все такое все такое прочее то есть не нужно сразу переходить на воду и там травиться там это все засыхает в кишечнике обратно это же говнище и ну ну сделал ты на воде но хорошо еще на сухую перешел без воды некоторые делают это страшное люди уже тормозить начинают вижу видно что они вялые и уже это сам это не в этом вопрос вопрос в том чтобы прийти в состоянии вот эти дети да скачут откуда у них столько энергии откуда столько энергии да просто они просто не травятся у них хорошая физическая изначально кондиция то есть они любопытный познающий мир и покушали это энергия у них переработала все вышло и не растянуто и и вот когда только начинают растягиваться толстячки начинают кушать у них все это формируется вот этот вот этот каловый камень и тогда начинается потихонечку потихонечку ведь подвижный или неподвижный образ жизни это на самом деле не не столь суть важно так на правду можно сидеть можно сидеть естественно хорошо бы там ручками ножками махать периодически потому что суставы все это должно должны действовать да но если уменьшенное состояние подвижности и ничего не отравляется и ничего не запасается то на подвижность не особо ничего не влияет просто естественно возможность вот это хождение сидения всего это без проблем амосова посмотрел который всю жизнь бегал занимался и потом он рассказывает там да и от него этого имени расскажешь он говорит все это ерунда вот он когда понял что где ерунда лежит но он же это эксперимент со всю свою жизнь проводил хорошо играться футбольчик в субботу собрал команду до друзей пошли спортзальщик сняли там за за тысячу пару тысяч скинулись побегали все это для интереса то есть я понимаю что нужна мотивация для того чтобы стоять каждый день руками ногами махать это нужно быть короче это но таким дисциплинированно упертым человеком но не все такие и вообще не зачем этого делать в принципе нужно создавать себе условия чтобы играться волейбол футбол до теннис бадминтон все что угодно на коньках выйти роликов я вот подготавливаюсь когда мы всей семьей потом покажу как мы иногда такие делаем выходы вот это же просто ноги потом вот такие вот становятся после часика вот этих на коньках просто ноги становятся огромной толстый чувствуешь все тело здоровье значит то есть кишечник очищенный энергии полно дыхание нормализируется психика нормализируется отношения нормализируются простая вещь но медицина это абсолютно тупое такое институт который создался знаете как он создавался я уже говорил да то есть приходит лекарь ему нужно пациента найти ну что он делает он должен по ушам хорошо поехать и вот он рассказал на страху побольше нагнал тот говорит давай что делать вот этот вот и таким образом человек решает свои жизненные проблемы лекарь они деньги за это получают а сейчас с этими этими корпорациями огромными тут уже уже извини меня человек уже ноль становится даже с его маленькими желаниями он уже работает на все деньги решают и остановить этот бизнес уже невозможно если даже взять на каком-то уровне глобальном да как у нас большая страна путин взял посмотрел подумал вот хорошо бы изменить что-то в нашем здравоохранении а что изменить а взять вместо вот этих больничек и кое взять сделать возле каждой больницы спортзальчик тренинги вы какие-то больше массажеры такие есть автоматические чтобы не загружать бассейн где-то вот это маленькие люди в ваннах лежат там их ломают крутят этим массажеров больше массажистов больше чтобы тело шланг с одной стороны шланг с другой стороны это все прочистить вымыть в один момент и все вот только не будет отравления все будет хорошо и сразу нормализируется даже самый больной человек я верю что если он уже у него органы еще работают точнее сгнили до конца может произойти трансформация то есть самовыздоровление где-то есть грань за которой уже нельзя переступить и уже да действительно и так и так человек умрет ему там антибиотика можно дать это же грибы это же плесень до натурально дай ему дай ему стимуляторов этих все на нам должно быть там естественных продуктов химия это ни к чему хорошему не приведет да мы уже привыкли у нас уже приучили чего стоит только одни витамины посмотрите что это такое да паранойя полная паранойя не из яблок делают делают из пшеницы витамин c нас лечили от простуды нас лечили многие десятилетия витамином c это беспонтовая плацебо витамин d производства куда шкуры девать то крупного рогатого скота свиней еще можно на желатин пустить а вот эти коровьи шкуры которые там некондиционные куда обрезки куда ну бум кинули в чан бактерии туда закинули все это перебродила бактерии пописали попкакали съели все это и нам витамином d кормят это же абсолютный бред когда мы достраиваемся наша жизнь подстраивается под производства под деньги под производственный процесс и так живем вот эти больнички все это уже просто огромный механизм 150 лет ему он создан начали с того что начали голову дурить там какие-то микстуры делать помогают все внуши ты человеку и у него большинство пройдет кашпировский тому свидетель сколько было там этих самых вера творит чудеса на этом построен была религия построенная на этом политика сейчас построена все это плацебо для мозгов людских никто не заинтересован чтобы дать человеку реальность то есть смотрите что такое реальность давайте посмотрим иммунитет вот разберемся хотя бы так что такое иммунитет сказать что то что то отвечает за иммунитет ну уж посмотрите чем наше тело от машины отличается где у машины иммунитет это же абсолютно абстрактная единица или машина является собранная вся как часы работает и тогда это хороший иммунитет да у машины а когда у нее уже запчасть какая-то разваливается это плохой иммунитет это же абсолютный бред бред вот этой научной доктрины концепции вот этого со время современной науки которая зависима полностью она зависимая она требует денег 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 чтобы жить и чтобы существовать вот этот громоздкий огромный институт ссылочный который по ссылкам все это без ссылки жить не может а есть 150 лет этой ссылки представляете сколько поколений выросло на знаниях определенных которые через уже поколение сменились и новые знания а мы считали что это лучшее всего знание и сейчас считаем что то мы впереди планеты всей потому что у нас наука такая 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 никакая подход абсолютно глючный как это все исправить только диалогом только нужно убрать вот эти эзотерические оковы которые выделяют определенную людей в определенную касту до научных сотрудников умных людей вот этот научный сотрудник что-то знает да он очень умный он специалист в чем-то вот его нужно посадить на сцену и люди ему чтобы задавали вопросы он себе он многое-многое откроет еще того что он очень не знал этот специалист во первых будет может быть специалистом но в межличностных отношениях в семье у него полный бардак он тупой нет никакой но он специалист он знает где гайку прикрутить он знает в книжку прочитал он ее запомнил на это самое может пересказать даже концепцию полностью это перескать это ничего не значит это ничего не значит нам умность и библиотека это только подспорье только лишь подспорье главное это понимание происходящего здесь и сейчас тормозишь можешь в глюк войти и там в своей картинке сколько угодно рисовать но вот здесь здесь и сейчас пришел коронавирус здесь и сейчас перед тобой стоит живой человек пациент у которого ты не знаешь почему у него фурункулез почему у него рак возник почему у него айц почему у него легкие гниют не знаешь и начинаешь пробовать да они пробуют они сейчас создадут что-то какую-то концепцию вот здесь антибиотиков помогает чуть-чуть вот здесь еще что-то помогает вот вот это все и вот это они где-то вырулят вырулят также как с айцем вырули иммунодефицит что такое дефицит то же самое паранойя какая там какой ему не дать дефицит больной человек умирает если вирус как какая-то программа в него вошла деструктивная да он по этой программе идет то есть понимаете это все абсолютно а большая ерунда то есть это наша цивилизационная гордость рекламой который себе создали впереди планеты всей вы только задумайтесь зачем нам в в сми постоянно постоянно в интернете постоянно рекламируют все это достижение в ракеты куда-то летают космос туда-сюда мы узнаем экзопланеты вот достижения какие-то беспонтовые вот смотрите реальность коронавирус и тоже обрастает мифами ну сегодня заканчивается шестьдесят седьмой день на посту вот я вычищаю активно свой живот и довожу себя до удовлетворимого состояния завтра я с вами снова буду буду рассказывать вам сказки такие про здоровье просто практически такой школа жизни без всяких понтов до завтра и 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